Приветствую вас, дамы и господа. В данном видеоролике мы поговорим не только о нюансах нового персонажа Vantage, но проведем очередной конкурс. Да-да, вы не ошиблись, очередной конкурс. У нас это на канале довольно-таки частое явление, так что... Условия, как всегда, будут простые, банальные, я бы даже сказал. Подписывайтесь на канал, ставите колокольчик и пишите комментарии к данному видео. Через две недели по нашему обычаю разыграем среди выполнивших условий два приза по 500 монет Apex. Если вы хотите быть в курсе событий канала, то ссылочка на телеграм-канал в описании. Там, кстати, тоже конкурсы бывают. Вон, вчера там разыграли монетки. Ну и, как всегда, вы помогаете мне привлечь больше аудиторию через идиозные алгоритмы ютуба, а я в ответ благодарю вас всякими ништяками. Я думаю, скоро разыграю не только монетки, но и какие-то интересные материальные призы, которые можно будет пощупать, потрогать и получить удовольствие. У Vantage есть интересная особенность. Это бег по стенам. Точнее, это фича. Для исполнения такого мула вам необходимо поставить мышку ниже какого-то препятствия, по которому вы хотите пробежать и заменить таким образом свою траекторию, сделав ее непредсказуемой не только для противника, но и для себя в том числе. По крайней мере, поначалу. Хотя это больше, да, вопрос опыта, да, и количество использования. Также вам понадобится, чтобы перед данным препятствием было другое, которое, в свою очередь, ограничило бы передвижение вверх, и персонаж, по аналогии с батутом Актейна, головой терся какое-то время о него. В результате мы имеем изменение траектории. Но остальное вы увидите на данном отрезке видео. Вот еще один пример, как это работает в помещении. В данном случае у нас вертикальный ограничитель передвижения — это потолок. И здесь, соответственно, мувент работает аналогично батуту Актейна. Ничего нового. Если же располагать мышку в каком-то пикселе, которого недостаточно, чтобы тушка Уэндлэдж туда полезла в полете, то передвижение сработает все равно, и персонаж будет пытаться облептеть препятствия наекратчайшим путем. Если же персонаж застревает и никуда не может двинуться, то по небольшому таймеру передвижение посредством кушки отключается и считается выполненным. Мышка при активном состоянии движется за вами. Если вы убегаете дальше, чем на 50 метров, то расстояние всегда сокращается до 50 метров. Ну, вроде как плюс, там, минус 1 метр. Что, в свою очередь, дает вам возможность при открытой видимости прыгнуть на данное расстояние. Отправить же мышку можно всего на 40 метров, так что, думаю, плюс 10 метров для прыжка в качестве эскейпа будут очень не лишними порой. Но есть еще важный момент. Мышке требуется какая-то продолжительность по времени на передвижение, поэтому если ваша скорость удаления от нее гораздо выше, то вы можете прыгнуть и на 80 метров, и даже больше. На видео сейчас вы видите, как можно сделать дистанцию прыжка куда выше за счет падения шарика при установке мышки на самый верх, а также в случае, если вы падаете куда-то вниз в пропасть с какого-то объекта, например. Аналогично вы можете использовать более длинный прыжок через джампад Актейна и прочие средства телепортации. Мне уже пару раз прыжок мышки спасал игру при падении с высоты во время файта, так как противник падал вниз за мной, а я летел наверх своей мохнатой эхо, где-то на 70-80 метров. А при таких дистанциях крюкпад Файндера, того же и прочие вертикальные персонажи не всегда могут залететь обратно к вам. Если у вас хороший АИ, то ультимативная способность превращается в них просто в имбу. Первое попадание в туловище дает урон 50 единиц, а в голову аж 75, и при этом подсвечивает противника всем вашим тиммейтам на какой-то небольшой промышлоток времени. А последующие попадания в туловище дают 100 урон, а в голову и вовсе аж 150 дамага. Такие показатели очень сильные в прямых руках, и думаю, что ультимативная способность все-таки будет переработана в скором времени, так как при наличии белого или синего броника у противника достаточно всего пары хороших шотов, чтобы нокнуть его и иметь таки хороший перевес в силах. Скорость патрона очень высокая, поэтому делать какие-то корректировки на движущуюся цель практически не нужно. Ну, понятное дело, расстояние все-таки учитывать надо, но вы меня поняли. Ускоритель перезарядки перезаряжает всего два патрона в ультимативной способности, а базовая скорость восполнения около 2,5% в секунду. Случай наличия золотого шлема, ну, немножко ускоряет. Остальное читайте в патчноуте. Чтобы прыгнуть к мышке, необходимо, и самое главное, чтобы она была не сзади, не сбоку, а в прямой видимости. Именно махала перед вами своими крылышками. Нюанс такой, немножко бесячий. Также, если вы переназначите мышке новое положение, которое будет на довольно большом расстоянии от прежнего, и сделаете прыжок, то вы не сможете сделать второй, так как мышка еще не успеет достичь конечной точки, и вам попросту нет кого будет оттолкнуться. Если вы используете мышку из кармана через кушку, то вы прыгнете на 9 десяток секунд быстрее, чем переопределите положение мышки и сделаете дальнейший прыжок, так как будут затраты на анимацию свистка. Мелочь, но может сыграть довольно весомый момент. Ну и, соответственно, если мышка летает где-то рядом с вами, то противник, увидев ее, будет прекрасно понимать, что где-то противник. Имейте в виду. Если же вы берете в руки страж, то услышите несколько прикольных сравнительных реплик, где Уэнтач сравнивает страж со своей пушкой, которую она использует как ультимативную способность. И, конечно же, небольшой няшный комплимент от разработчиков в виде мышки, бегающей по стражу в момент его подбора с земли. А так, если мышка уже летает рядом с вами, на анимации все равно со стражем будет мышка. Обязательно хочу поблагодарить художника Аспасию за новый арт для превью к данному видео. Линк на ее группу ВК я оставлю ниже в описании. Ну а вы подписывайтесь, ставьте колокольчик и, конечно же, оставляйте комментарии к этому видео. Это вам позволит через две недели поучаствовать в конкурсе и, возможно, выиграть 500 монет Апекс. До новых встреч! Пока-пока! Пока-пока! Давай, вперед! Эта позиция не к черту! Меняю! Начинаем отсчет кольца. Тут что-то интересное. Идем! Расслабь крылышки, эхо! Мы в следующем кольце! Но не важны мы в садении! Thai, пере которая még подс Скаломâte. Как tangled? Это course! КО, город. По-пkg. По-пром? Про filtration. Мы в пαιде! По-п